Добрый вечер, дорогие друзья! Я очень рада видеть вас здесь, на этом концерте. Разрешите мне представить себя. Я Вера Теревертеева, я жена Михаила Леонидовича Теревертеева и вот уже последние 14 лет я занимаюсь международным конкурсом органистов имени Михаила Теревертеева и программа, которая сегодня будет вам представлена, программа под таким названием «Аз и Я», она была придумана вместе с нашими лауреатами нашего конкурса. Так случилось, что 10 лет назад Лада Лапзина и Екатерина Бельникова, лауреаты нашего конкурса, я имела счастье представлять программу их выступления в Париже на замечательном фестивале «Престиж органов» в соборе Сент-Осташ. И они вместе тогда играли программу знаменитая русская музыка в транскрипте для органа. И тогда для этой программы были сделаны Экати и Ладой переложения моря римского Корсакова и половецких плясок Бородина. И вот тогда в Париже родилась идея, какой-то образ программы, ее название «Аз и Я». «Аз и Я» – это книга знаменитая в свое время, была такой скандально известной и очень парадоксальной, полимечной книгой Аджаса Сулейменова. С этим названием, с его разрешением мы назвали свою программу именно так. Но звучит в этой программе проза Чингиза Айтматова. Эта программа задумывалась, когда Чингиза Айтматова еще был жив, и он обещал принимать участие в этой программе. Но так случилось, что впервые мы ее презентовали в рамках нашего конкурса, в рамках азиатского тура в Астане. Это произошло два с лишним года назад. И тогда для этой программы мы пригласили принять участие, читать прозу Айтматова, замечательную актрису, замечательного человека. И сегодня я могу сказать, что это уже просто член нашей команды органной Наталья Аренбасарова. И вот эту программу мы несколько раз представляли в разных городах. И совсем недавно мы ее исполнили в Японии, в Токио. И за большим успехом. И по просьбе нашего продюсера японского я написала приветственное слово для буклета этого концерта. И мне показалось, что я нашла какие-то такие слова, которые что-то выразили, что бы я хотела выразить. Почему мы это делали? Почему мы придумали эту программу? Почему мы ее так назвали? И я позволю себе прочесть это небольшое приветственное слово. Когда мне было 6 лет, я спросила своего отца, папа, а когда ты будешь уйгуром? Я выросла в многонациональном алматинском дворе. В жизни этого двора отразила судьба большой страны, некогда Россия, а дни моего детства Советского Союза. Нашими соседями были русские репатрианты из Франции, ленинградские профессора, сосланные немцы, уйгурские беженцы из Китая, князь Шульский, один из предков, которого некогда был царем в Сеярусе. Мой дед также проделал путь из Европы в Азию. По пути, где поезда идут с востока на запад, из запада на восток. Может быть, поэтому мне оказалась близкая проза Чингиза Айтматова, писателя 20 века, который отразил космос степного пространства Евразии, приобщив мир к мало кому до этого знакомому миру. Мне довелось общаться с Чингизом Тарикуловичем. Он был близким другом моего мужа Николая Таривердеева. Мы общались на протяжении многих лет. Я делилась Чингизом идеей создания программы «Азия», в которой через музыку и цитаты из его произведения отражалось бы близкое ему видение мира. Мира от «А» до «Я», от первой до последней буквы алфавита. Мира как целого, в котором нет разделений, потому что человек на любом континенте человек, даже если не похож на других. И все мы – разные буквы одного алфавита. Но отчистить программу удалось только после его ухода из этой жизни. Я счастлива, что программу «Азия», благодаря нашим японским друзьям, не имея возможность представить в Японии. И что здесь, недалеко от Фузица, прозвучат слова героев Акматова, живших в прошлом веке у лухих евразийских степян, где бегает волчица с голубими глазами. И по плоской земле поезда идут с востока на запад. И размышления о том, зачем люди совершают восхождение на Фузи-Яму. И я очень рада, что эта программа прозвучит здесь, в Казани, где также поезда идут с востока на запад, с запада на восток. В программе прозвучат отрывки из «Плахи» и «Дольше века длится день», «Белый пароход», «Прощай, Бельсаври», «Тавро Кассандра». Ну, а музыка, которая будет звучать, я думаю, что у вас, наверное, есть в программе, хотя на всякий случай я ее все-таки назову. Это «Литургия» Экмаляна, «Текемет» Джумуса Джумабекова, кстати, пьеса, которая была написана специально для этой программы. Это «Три хоральные прелюдии» Микола Теревердеева, это две части концерта для органа «Кассандра», это «Половецкие пляски» Бородина, «Море» Ирмского-Корсакова, «Море» Элитонского композитора Мичио Нияги, и, кажется, все. Я с удовольствием приглашаю на сцену двух замечательных женщин. Владу Лапзину, лауреата первой премии «Южнородного конкурса органистов» имени Микола Теревердеева, заслуженную артистку Татарстана, Наталью Оренбасарову, заслуженную артистку России и народную артистку Казахстана и Ольгу Попыкину, аспирантку Казанской консерватории, которая в этом году участвовала в нашем конкурсе и получила специальную премию «Надежда Отечества». Она будет сегодня ассистировать Владе Владимировне. Спасибо. Аплодисменты. Я хожу по степи, не сгибаясь, как указательный палец. Указательный палец сгибается только курком. Это кажется мне, ас и я – Азия. Ошиваюсь, выкачуясь навстречу себе, узнаваясь в другом. Азия. 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 Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, саразики, серединные земли, желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от гримического меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Азия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 У него были две сказки. Одна своя, о которой никто не знал, а другая та, которая рассказывала делу. Потом не осталась ни одной об этом речь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дед говорит, что в прежние времена Субтитры создавал DimaTorzok Если желаешь, будешь жить у меня рабом Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Моё утешение. И ещё в том, что детская совесть в человеке, Как зародыш в зерне. Без зародыша зерно не прорастает. И что бы ни ждало нас на свете, Правда пребудет вовеки, Пока рождаются и умирают люди. Прощаюсь с тобой, Я повторяю твои слова, мальчик. Здравствуй, белый проход! Это я! ГРУСТНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 И книга эта – место моего тела, и слово эта – место души моей. Субтитры подогнал «Симон» 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Главный органист Святой Троицы в Липцеге Дэвид Тим, Германия. Всего вам самого доброго! До новых встреч!